Нам удалось пообщаться с человеком, ставшим жертвой одной из украинских подделок. Речь идет о фальшивой, смонтированной из разных кусков записи, якобы переговоров сбивших боинг-зенитчиков. Липовое в этой записи даже фото. За одного из собеседников, мифического офицера ГРУ Геранина, выдали российского военного эксперта, полковника в отставке Мусу Хамзатова. Так грубо была сляпана эта информация. Обычно в рамках информационной войны более дотошно доходят к каждому элементу этих операций. А здесь такое ощущение, что в спешке взяли первую попавшую фотографию, лишь бы выиграть время, ухудшили ее качество, чтобы трудно было опознать, и сделали вброс информационный. Но реально получается, что меня подвели перед всем миром. Самолет не был сбит ополченцами, и это достаточно очевидно. Ополчение не располагает средствами ПВО, которые позволили бы сбить этот самолет. Наши средства ПВО бьют на высоту до 3000 метров. Самолет летел на высоте 10600 метров. Соответственно, сбит ополчением он никак не мог быть просто. В принципе, у нас нет таких технических возможностей. Помимо того, что нет никакого желания забивать самолет. Я вам напомню основной принцип римского права, который действует и сейчас. Кому выгоден этот спидный самолет? Нам точно не будет. А вот украинской стороне он абсолютно выгоден. Давайте посмотрим на политическую и прежде всего на военную ситуацию. Все очень просто. Сейчас наш противник, украинская сторона, начинает проигрывать ситуацию военного противостояния. Есть две группировки украинских сил, которые находятся фактически в котле. Это группировка, которая блокирована в районе Донецкого аэропорта. Это группировка, которая блокирована в районе границ. Я из военных соображений не буду уточнять точные географические координаты, но я думаю, вы все прекрасно это знаете, какая именно группировка и какой численность блокирована в районе границ. Соответственно, нашим противникам очень выгодна сейчас ситуация такого-либо перемирия гуманитарного, при котором они смогут эти группировки или вытащить, или достануть, и каким-то образом переместить. Таким образом, возникает ситуация, когда оказывается сбит самолет. Обвинения пытаются, так сказать, вылить на нас, в том, чтобы сбили самолет. Ну и, соответственно, объявить еще эту ситуацию гуманитарных коридоров, перемирия, всего прочего. Тут все достаточно очевидно. Когда я думаю об этой ситуации, мне вспоминаются слова господина Порошенко о том, чтобы готовить для ополчения сюрприз. Я думаю, что вот этот сбитый самолет, возможно, и является тем самым сюрпризом, который господин Порошенко подготовил не только нам, но и всеми мировому сообществу. Поэтому мы заинтересованы максимально, максимально серьезно, максимально беспристрастно рассмотрение этого вопроса всеми международными экспертами. В допуске любых международных экспертов к месту гибели самолетов, куда двигаются 4 и 5 экспертов и 17 представителей УБСИЛ. Они пока еще не на месте, но они уже находятся на территории ДНР и скоро прибудут к конец. Мы максимально заинтересованы в расследовании этого трагического случая. Мы уже много раз говорили и повторяли, что здесь происходит геноцид, что идет террор, что гибнут мирные люди, которые не принимали и не принимают участие в этой войне. Как видите, гибнут мирные люди уже совсем другие, те, которые не имеют в этой войне никакого участия. Но они были, к сожалению, величайшими. Мы выражаем соболезнования семьи погибших. И мы заинтересованы в расследовании этого чудовищного преступления. Насколько я знаю, черные ящики пока не обнаружены. Дело в том, что, ну, вы понимаете, у нас ополчение, у нас нет экспертов по авиационной безопасности. Наши люди даже не представляют, как они точно должны двигать, эти черные ящики. Поэтому они не обнаружены. Мы надеемся на то, что эксперты их разыщат и с их помощью, и без их помощи выяснят точно, как будут произошедшие. У нас есть такие возможности, у нас есть лаборатория. Я надеюсь, что будет, предупреждая лабораторию вместе с международными наблюдателями, международными экспертами, извините, не наблюдателями, а именно экспертами, да и наблюдателями ОБСЕ тоже, да. Мы готовы выпустить рефрижераторы с телами в Харькове, в Харькове. Потому что у нас нет другой элементарной возможности. Нам негде эти тела размещать, у нас нет. Вы знаете, что касается своего аккаунта, я могу вам сказать точно, никакого. Еще раз, вот я уже 10 раз это повторял, надеюсь, это кто-нибудь услышит. У меня нет никаких аккаунтов в социальных сетях вообще. Ни в одной социальной сети, ни в Фейсбуке, ни в ВКонтакте, ни в Твиттере. Я не присутствую. Все, что там делается от него имени, это фейк, это ложь. Это делают, скорее всего, наши противники. Это чушь собачья, это слово. А господин Стрелкова? Что касается господина Стрелкова, я, честно говоря, не знаю, не уверен. На мой взгляд, его присутствие в интернете, возможно, не совсем его присутствие в интернете, я этот вопрос, если честно, не прояснял. Как-то мне не приходило это в голову, ну, не знаю, просто, так сказать, попробую сегодня выяснить, что еще 14 июля Украина, украинские власти объявили о том, что они свои ВВС и ПВО приводят в состояние максимальной боевой готовности, поскольку эти ВВС и ПВО должны отражать готовящуюся агрессию со стороны Российской Федерации. Конечно, агрессии, как вы видите, не произошло, но ВВС и ПВО Украины были приведены в состояние повышенной, я бы сказал, полной боевой готовности. Вот, видимо, эта полная боевая готовность намерена или нет, сработала. Тем более возникает вопрос, каким образом пассажирский самолет оказался в этом месте. Тем более, если украинцы, вот сейчас украинские власти утверждают, что они знали, якобы, о наличии у нас, соответственно, комплекса «БУК», что, якобы, он у нас был. Я еще раз говорю, его у нас не было, но, тем не менее, они утверждают, что у нас такой «БУК» на вооружении может быть. Так вот, если они знали, что у нас на выражении находится «БУК», если мы находимся в ситуации, когда ведутся интенсивные действия ПВО, они действительно ведутся, то есть мы, низко летящие самолеты противника, естественно, пытаемся вбивать периодически, когда-нибудь, ну что Бог, мы достигаем подобного рода результата. Они подозревают, хотя бы, что у нас этот комплекс находится, то они, по идее, все маршруты, все коридоры гражданской авиации должны были бы направить далеко в стране от территории, где ведутся мои действия. Они не то почему-то не... Продолжение следует...